Мошенники тоже претендуют на маткапитал, как злоумышленникам в Бурванском районе удалось получить государственные субсидии. Диабеты и рак молодеют, а иммунитет большинства детей снижается. Совет женщин призывает к здоровому образу жизни. Пять медалей и сборная Кабардино-Балкарии на втором месте в Нанчике определились победители Кубка России по вольной борьбе. Сегодня Юрий Коков провел очередной прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба временно исполняющего обязанности главы республики. К руководителю КБР обратились шесть жителей Кабардино-Балкарии из Баксанского, Эльбрусского, Чигемского, Зольского, Челекского и города Прохладный. Среди поднятых ими проблем оказание поддержки многодетным семьям, организация лечения за пределами республики, ремонт аварийного жилья и другие. Соответствующим органам исполнительной власти и местного самоуправления даны поручения в недельный срок принять меры по оказанию помощи каждому из обратившихся, сообщает пресс-служба руководителя Кабардино-Балкарии. Закон КБР об образовании, до сих пор вызывающий массу споров, обсуждали сегодня на заседании республиканского парламента. Впрочем, эта тема была не единственной. Начали с оргвопросов, прекратили полномочия бывших коллег Салима Женатаева и Азамата Кашеева в связи с переходом на другую работу. Председателями комитетов, которые они возглавляли, назначили Арсена Шумахова и Сергея Корныша. Также на заседании утверждены составы комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей глав местной администрации Нальчика, Баксана, Зорского, Прохладинского, Урванского и Чигемского районов. Закон об образовании депутаты сегодня рассматривали во втором чтении. Споры в очередной раз вызвала статья о родных языках. Общественные организации настаивают, нужно прописать обязательности изучения кабардинского и балкарского языков до 7-го или же 4-го класса. Профильный комитет по образованию и науки парилет, что это нарушение Конституции. Мы говорим о том, что все-таки Конституция Российской Федерации записана следующим образом. Граждане Российской Федерации имеют право на выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Это право, правильно? Поэтому это право мы закрепляем в нашем законе. Но мы идем дальше. Нужно сказать о том, что наш закон, в том виде, в котором он сейчас есть, он абсолютно не запрещает получать образование на одном языке. Если собирается коллегиальный орган школы, как он там называется по-разному, коллегиальный орган школы, когда входят и родители, и учащиеся, и учителя, и так далее, и они говорят, что, к сожалению, мы теряем свой язык, наши дети не умеют писать и говорить на одном языке. Давайте примем решение о том, чтобы мы обучались до 4-го класса, или до 7-го, или до 9-го, по закону уже можно, на родном языке. Никаких проблем нет. Они голосуют за это решение, прописывают в своем уставе или в другом локальном акте, что языком образования или обучения являются кабардинские до 4-го класса, а дальше русские. И все. Никто не может им предъявить претензии. Это абсолютно законное право. Но мы должны понимать, что записать в законе, что все обязаны, мы не можем. Сегодня депутаты приняли ряд новых законов. В конце заседания перед народными избранниками отчитался министр внутренних дел по КБР. По словам Сергея Васильева, криминогенная обстановка в республике стабилизировалась, но остается по-прежнему напряженной. Бесчисленные проверки, повышение налогов, а главное, кроме самих предпринимателей, проблемы малого бизнеса мало кого волнуют. Об этом накануне заявили члены общественной палаты КБР. Заседания и круглые столы по этому вопросу проводятся часто. Каждый раз формулируют рекомендации, однако реакции со стороны муниципалитетов нет. Между тем, с начала года уже 3,5 тысячи российских предпринимателей решили добровольно прекратить свою деятельность, выразили обеспокоенность общественники. От проблем перешли к награждению. Почетные гражданские ордена за достойное выполнение служебного и гражданского долга вручили председателю ветеранской организации погрануправления Хасанби Гукову, председателю республиканского центра ветеранов Афганистана Резуану Цепинову и директору Кабардино-Балкарского госдрамтеатра Магомеду Атмурзаеву. К другим темам. Накануне поздно вечером в Занчике рядом с одним из аптечных киосков прогремел взрыв. Помещение располагается в небольшом переулке по улице Толстого. Эти кадры нам предоставили очевидцы происшествия. В магазинах по соседству выбиты стекла, поврежден козырек. По данным республиканского МВД, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, по словам жителей близлежащих домов. Здесь практически ежедневно собирались толпы молодых людей, в которых притягивали лекарственные препараты, обладающие психотропным действием. В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют. Своё знание теперь есть у наркоконтроля по Кабардино-Балкарии. Торжественная церемония его вручения прошла накануне, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. У каждого регионального подразделения ФСКН особый стяг на одной его стороне изображен в Золотой Георгийской Федерации, на другой в центре эмблема службы, внутри которой символика субъекта. К Кабардино-Балкарскому управлению знамя передал заместитель руководителя Департамента кадрового обеспечения ФСКН России Григорий Мощик. Афера не удалась, мошенничество с материнским капиталом пресекла прокуратура Урбанского района. Выявлено сразу 8 фактов незаконного получения денег. Обналичить субсидии злоумышленникам удалось благодаря фиктивным свидетельствам о рождении и справкам из роддомов. Документы большей частью выданы за пределами республики, а капитал на несуществующих детей мошенники получили в КБР. Часть уголовных дел, уже рассмотренная судом, вынесен приговор. В Урбанском районном суде рассмотрено 6 гражданских дел по иску прокурора, по которым указанных лиц, которые совершили преступление, при получении материнского капитала взыскано около 2 миллионов рублей. Часть взысканных сумм, они уже удовлетворены, и в бюджет уже поступили деньги, которые были взысканы по решению суда. Еще по двум эпизодам разбирательство не завершено, поскольку двое жителей Урбанского района обналичили маткапитал в других муниципалитетах. Дела переданы по территориальной подследственности. По отношению должностных лиц, выдавших фальшивые документы, прокуратура продолжает расследование. Сегодня в Нальчике на базе седьмой поликлиники прошел семинар, посвященный пропаганде здорового образа жизни. Организовал встречу городской совет женщин. Для обмена мнениями собрались синтокринологи, неврологи, гинекологи, студенты медколледжа и волонтеры. Медики отмечают, казалось бы, тема уже набила оскомину, но не все так просто. Диабет и рак молодеют, люди идут в поликлиники, когда уже болеют, а не за профилактикой. Естественный иммунитет большинства детей снижается. Все это свидетельствует, культура здоровья граждан хромает, и ситуацию нужно исправлять. Одним из факторов здорового образа жизни является соблюдение личной и общественной гигиены. Но некоторые родители, особенно для будущих мам, говорю, присутствующих здесь, стараются просто в идеальной чистоте, чтобы пребывали дети. Угорка исключительная, все, чтобы чисто. Но с одной стороны, я вам хочу сказать, что это не совсем хорошо. Вы все знаете, что наш иммунитет, в общем-то, он должен уметь сопротивляться каким-то бактериям, инфекциям. У участников встречи была возможность пройти анкетирование, результаты которого должны помочь в исследовании проблем женского здоровья. Премия «Успех» лучшим представителям молодежи. Администрация Майского района учредила ежегодную награду для одаренных юношей и девушек в возрасте до 25 лет. Как говорится в распоряжении, местных властей премии учреждены для повышения престижа творческой, интеллектуальной, спортивной и общественной деятельности молодых жителей района. К примеру, выпускникам 11-х классов, получившим аттестат с отличием, выплатят по 1500 рублей. За высокие результаты, достигнутые в течение учебного года, тоже полагается поощрение в 1-2-3 тысячи рублей. В спорте сборная Кабардио-Балкария заняла второе место на Кубке России по вольной борьбе. Турнир завершился накануне в Нальчике. В личных зачетах наши спортсмены завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Напомню, в первый день соревнований борцы из КБР довольно легко взяли верх над сборными Краснодарского края, Якутии и Российского студенческого союза. Однако в финале по итогам стыковых встреч уступили вольникам из Дагестана. Спортивный праздник на этом не закончился. В Нальчике сегодня прошел чемпионат Республики по вольной борьбе среди юношей. МЧС по КБР сообщает о лавине опасности в горах. В связи с этим в предстоящие сутки существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в горных и предгорных районах. Далее подробно о погоде на завтра расскажет Длея Ломахова. Следующий наш выпуск смотрите в 19.40. До встречи на телеканале «Россия». Мы учим, учимся сами. Совершаем открытия и лечим больных. Мы строим дома, осваиваем новые территории. Спасаем жизни и поддерживаем порядок. Мы заботимся о детях, радуемся успехам внуков и продолжаем создавать будущее. Банк Еврокоммерц. Более 20 лет мы оказываем поддержку жителям республики и всей страны. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. В пятницу атмосферные фронты удержат в регионе неустойчивую погоду с небольшими осадками. В Зольском районе пасмурно плюс 6. У подножия Льбруса снег. Днем 4 градуса мороза и до минус 14 ночью. В Тернаузе не исключены осадки и плюс 2 градуса. В Баксане, Чигеме и Норткале от 3 до 5 тепла. Облачность с прояснениями. Переменная облачность в Майском и Прохладненском районах. Днем здесь до 6 выше 0. В Терском плюс 5, в Лескинском плюс 7. Возможен небольшой дождь. Осадки ожидаются и в Кашхатау. Здесь 2 градуса тепла. В Нальчике днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 4. Ночью около 0. Это был прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА